Ровно два года в нашем регионе действует программа капитального ремонта. С декабря 2014 года кировчанам стали приходить дополнительные квитанции. По ним изначально всего один месяц. Жители платили 6,70 за квадратный метр. И вот уже два года взноса капремонт 7 рублей 10 копеек за квадратный метр. Но плату планируют повысить еще на 80 копеек. Что успели отремонтировать за это время в рамках программы, расскажет Елена Чехомова. За два года по программе капремонта в Кировской области отремонтировали примерно 900 домов. Для сравнения изначально планировали, что эта цифра будет в два раза больше – 1800. Чаще всего причинами отставания от плана специалисты считают неготовность документации, проблемы с подрядчиками, сложную и долгую процедуру проведения конкурсов. На будущее все это учли, заверяет руководитель фонда капремонта области Павел Сысоев. По объектам 2017 года конкурсы объявляли уже в сентябре текущего года. То есть для того, чтобы получить и подготовить соответствующую документацию заранее. В прошлом году, к сожалению, так не получилось сделать. Выводы из сложившихся недочетов делали в течение этих двух лет не раз. Так совместно с правительством неоднократно меняли максимальную стоимость тех или иных работ, а также пополняли список дополнительными услугами. Так, когда в доме на Ленина 20 поменяли лифт, но не сделали откосы, перечень работ пришлось дополнить, выделить на них деньги, доделать до конца. Успели все это разрешить в рамках того срока договорного, который был прописан в контракте. Или другая ситуация. Переутепляли швы в панельных хрущевках. Оказалось, для ремонта их фасада 200 рублей на метр явно недостаточно. А именно таким был максимальный тариф на эти работы. Сначала дом отремонтировали не целиком, что вызвало нарекания. Однако впоследствии предельную стоимость удалось увеличить. А дома, например, накалили на 30. Утеплить уже полностью. Очень хорошо сделали. Мы довольны. Однако вышло так не везде. На Мира-16 в доме Ольги Маркиной, например, также утепляли межпанельные швы. Но результатом оказались довольны не все жильцы. Наши ожидания оказались напрасными. В квартирах после капремонта, с этой стороны, с северной, пошли жалобы сплошные, как я уже сказала. А в этом году восточная сторона дома, жалуется, во многих квартирах тоже похолодало. Жители дома на Мира-16 провели независимую экспертизу. Сейчас доказывают, что их жилье промерзает. Жильцы надеются, что недостатки в работе в фонде капремонта учтут. Фасады утеплят, а их дом станет положительным примером для других кировчан, в домах которых капремонт еще предстоит сделать. Елена Чехомова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.